Можно ли обойтись при решении психологических проблем без психотерапевта? Этот вопрос в той или иной форме задают люди в случайных беседах, узнав о моей профессии. Если речь идет о клинических состояниях, неврозах, депрессии, то в этих случаях однозначно нужна квалифицированная врачебная помощь. В других ситуациях чисто теоретически человек должен уметь справляться сам. Но так ли это просто? Любой сильный стресс приводит к активизации в мозге лимбической системы, места, где производятся эмоции. А лимбическая система находится в жестких контрах с префронтальной корой, которой люди в спокойном состоянии способны худо-бедно думать, оперируя логикой и абстракциями. То есть фактически при наступлении психологического кризиса человек окончательно перестает рационально мыслить. Почему близкие люди не помощники отдельный разговор? Тут нужен собеседник, обладающий специальными знаниями, сопереживающий, но при этом эмоционально стабильный и не вовлеченный в вашу жизнь. Доктор-психотерапевт, по сути, предоставляет пациенту свою прокачанную префронтальную кору во временное пользование. И таким образом человек выкарабкивается из своих сложных ситуаций. Психосоматика. Реальность или очередной миф? Все болезни от нервов. Сакраментальная фраза, которую многие люди воспринимают слишком буквально. Происходит это не без помощи чудо-психологов, взявших на вооружение размытый, по сути, но очень удобный для них термин психосоматика. Идея такая. Мол, медицина лечит следствия проблем, а причины всех болезней лежат в психологической и эмоциональной сфере. И тут только долгая работа со специалистом излечит ваши психосоматические болезни. Причем в это определение включают все, что угодно. От рака и геморроя до хронического гайморита. Фабула проста. Каждая болезнь возникает из-за конкретной эмоции или подсознательного желания. Так, рак – это просто неосознанное стремление человека к смерти. А вот рак гинекологической сферы – это, конечно, от нерешенных проблем с мужчинами. Дальше – больше. Головная боль – у человека отключены чувства. Он живет исключительно головой. Ангина – застрявшая в горле обида. Фурункул – мысли о мести. Бородавки – мелкое выражение ненависти. Миома матки – страх не выносить ребенка. И, наконец, лидер моего хит-парада – хронический насморк – это сдерживаемые слезы. Ну что, логично. Не вышло через глаза – выйдет через нос. Всю эту муть я, чтобы далеко не ходить, взял из самого популярного психологического паблика с научным названием. И это все на полном серьезе. Вот мне интересно, а рак, от которого умирают грызуны, он тоже возникает из-за того, что у них проблемы с половыми партнерами? А абсцесс у соседской псины на ухе – это потому, что она, походу, решила мне за что-то отомстить? Такой подход к толкованию болезней объясняется не только банальным отсутствием у авторов естественно-научного образования, но и склонностью мозга любую сложную проблему сводить к простой причинно-следственной связи. Ведь думать о многомерных механизмах генетики, рекомбинации ДНК, экспрессии генов, вирусах и дефектах иммунной системы очень трудно. Другое дело – такое незамысловатое объяснение. Муж изменил, жена переживала, хотела умереть, вот тебе и рак матки. Получите, распишитесь. Все это было бы смешно, но люди, переживающие различные стрессы, начитавшись подобной информацией, начинают бояться, что вызовут этим у себя тяжелые болезни. Ну так вот, переживайте. Максимум вам грозит невроз, а от него не умирают. Почему люди так долго не доходят до своего психотерапевта? Пять причин. Когда пора обратиться за помощью к врачу-психотерапевту? Не такой уж простой вопрос. По сути дела, человек должен сам определить, что с ним что-то не в порядке, и принять решение. Если дело касается болезней физических, то это достаточно просто. Боль, температура и куча других конкретных симптомов быстро позволяют человеку почувствовать, что появилась болезнь.